И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ и мы продолжаем наши прямые эфиры. И у нас в студии Марина Шиповалова, писатель из Москвы. Мы очень рады видеть вас, Марина, снова у нас в студии. Марина, ну мы с вами так давно встречались, еще до выборов Путина, вот наверное так. Я не знаю, в России есть такое деление или уже давно привыкли, решили, что ну что уж тут делить-то. Просто на самом деле... Я даже не уверена, что кто-то говорит о выборах. По-моему, был некоторый оживляш, как так называемая предвыборная кампания, так называемая, тоже ее не все так называли. А если помните, в советское время называли не выборы, а голосование. Ты сходил на голосование? Да. Вот тут какое-то голосование, которое должно было продемонстрировать всенародную поддержку. Вот так или иначе, оно бы ее и продемонстрировало. Ничего такого, что занимало бы людей после этой даты, я не вижу. Это как будто, знаете, еще до этого шел какой-то цирк с так называемыми кандидатами или теми, кто всерьез считал себя кандидатами. Вот этот цирк, он еще занимал каким-то образом людей, что что-то происходит, вот там кто-то дерется, кто-то кого-то обливает водой. И когда это закончилось, вот в день этого самого голосования, эта тема была выключена, просто вот тух и нет вообще. И по-моему, я вообще не вижу и не слышу, и не понимаю, почему говорят, а что же теперь будет сделать вновь избранный Путин. И этот политологический вопрос волнует только людей, которым надо писать на эти темы статьи. Если мы посмотрим на людей в жизни, они вообще думать не думают, знать не знают, что куда-то кого-то Путина выбрали или не выбрали, это вообще не имеет значения. Мы просто живем в таком подвешенном, постоянном сегодня, про которое, я думаю, очень многие понимают, что это уже подходящий к концу этап. Внутренне это чувствуется у многих людей. А сейчас, вот сейчас, не произошло ничего. И о том, что когда-то были выборы, я думаю, любой человек в России, при напоминании о том, что, а что же у вас тут, мы же тут недавно выбрали президента, первая реакция будет удивление. Потом человек вспомнит, что, а, да, действительно, что-то такое было. Ну, Москва, она же всегда такая приближенная, наверное, все-таки к политике, больше, чем какие-то регионы, правда? Ну, в каком-то смысле, да, но как все крупные города и столицы. Ну, мне кажется, это я не о московском впечатлении говорю. Тут даже наоборот, в Москве была... Впрочем, вот этот самый оживляж после иного оккурационного, или преданного оккурационного, да, он был, вот этой акцией 5 мая, когда беспрецедентное количество людей было схвачено, в Кутузке, слишком много, гораздо больше, чем все предыдущие разы, хотя людей, в общем-то, кажется, вышло меньше. Тут очень интересная тенденция наблюдается. Если мы в протестах 2011-2012 года видели в основном Москву и Питер отчасти, и говорить о том, какой массовости акции были в других городах, в общем, даже не приходится, хотя они были. Я вот знаю, я списывалась с людьми из Саратова, допустим, там выходило на эти акции около 20 или 30 человек. Замечательные люди, но их больше не было. А сейчас меняется, по-моему, эта картина вот этого протеста, не протеста, как... ну, мы условно называем это протестом, потому что другого слова пока не можем придумать, что это такое, да, какая-то манифестация какая-то. Она в корне изменила свой характер. Во-первых, очень много так называемой школоты. Если вы наблюдали, вы должны были заметить, да, что это очень молодые люди. Во-вторых, вроде... Они даже, между прочим, еще и не избиратели. Они даже не избиратели. Да, вот это тоже очень интересно. Здесь манифестация чего-то такого, что мне... Почему мне это все напоминает мое пионерско-школьное и прочее детство, 70-х годов, что мне кажется, это приблизительно такое же ощущение застылости вот этого времени, вот этой застойностью. В те годы, эти годы застоем не называли. Это слово появилось позже. Но это слово абсолютно точно описывало то, что люди чувствовали в 70-е. Это был именно застой. Просто этому именно как застою. Кто-то был рад. Люди слишком много настрадались в 20-м веке. Они пережили войну, послевоенное тяжелое время. И кто это помнит, те считали, что вот и хорошо. Вот сейчас, как говорила моя бабушка, под лежачий камень вода не течет. Иногда это говорят в том контексте, что надо шевелиться, чтобы по тебя... А вот бабушка говорила в том смысле, что лежишь в себе спокойно, а порастаешь мхом. И тоже неплохо. И хорошо, да. Много чего пережила. Но это ощущение застоя. Почему, когда слово появилось, оно абсолютно точно легло на сознание? Потому что это так ощущалось. Мне кажется, что сейчас ровно то же самое ощущается вот этими молодыми людьми. То есть они быстрее рефлексируют на это, да? Они чувствуют отсутствие перспектив. Так же, как это чувствовала я в конце 70-х. Была какая-то грустная, даже безнадега, обреченность. Что вот ты сейчас оканчиваешь школу, и ты вообще ничего не можешь изменить. Ты стал какой-то в туннель, и из него нет выхода. Более того, ты даже не видишь никакого просвета в конце этого тоннеля, кроме какой-то гипотетической пенсии когда-то, или, не знаю, там уже веночка красивого с речами. Что совсем грустно. Да, вот такое было ощущение, что вся жизнь расписана наперед. И это не пугает людей взрослых, но это очень плохо действует на молодежь. Вот это ощущение обреченности этих перспектив, мне кажется, это ощущение заставляет молодых людей выходить, школьников, пока еще не избирателей. Это манифестация желания чего-то другого, несогласия с тем, что происходит. И сейчас это гораздо более равномерно по крупным городам, и даже не только крупным городам России. То есть нет такой диспропорции, что вот в Москве вышло там полмиллиона, а там 20 человек, и больше нигде ничего. Сейчас и в Москве, в общем, едва ли там 3-5 тысяч, ну, по-разному. Примерно столько же, и это может оказаться и в каком-нибудь Екатеринбурге, и Оренбурге. Я даже не говорю таких. Вообще Екатеринбург и Новосибирск довольно продвинутые, скажем так, города в плане этого. Но мы будем наблюдать, что будет происходить. Вот я обратила внимание, и вы постили, и многие другие из России, как молодой человек написал плакат в одном из городов, «Если ты против Путина, дай пять». И было показано, как все проходящие просто дают ему пять. То есть это становится каким-то трендом, да, молодежным, или что это? Да, есть такое. Если бы вы обратили внимание, ему в основном молодые люди подбегают, да? Я же об этом уговорила. При том, что, на мой взгляд, сам плакат сформулирован как-то невнятно, да, что там «дай пять». Я думаю, что многие люди, особенно взрослые, другой возрастной категории, они просто не понимали, каких пять ему дать. То есть, может, пять рублей. Ну, да, да, что это? Тем не менее. А молодежь откликалась очень живо. И несмотря на то, что некоторые говорили, а ты не боишься, или что-нибудь там, да, тем не менее, вот, было видно, что... То же самое. Ну, Марин, вот скажите, вот кабинет министров имеет значение? Вот все же там у нас, и на Западе, и у нас тоже обсуждают новый кабинет министров. Правда, со старым премьер-министром, но тем не менее, да, изменения в окружении Путина. Это все, это важно? Или это не имеет на самом деле значения? Это просто такая вот тусовка, которая при человеке, которая, по большому счету, все определяет. Если можно, мы же тут все обсуждаем, появилась какая-то важная новость, что Сурков якобы... Посмотрите, для вот этой молодежи, которая выходит и говорит, да, опять против Путина и так далее, для нас это не имеет никакого значения. Это называется, что у рояля то же, что и было раньше. У Спитии, жители Багдада, все спокойно. У нас вот так было, и так будет. Расчет был на то, что именно на такую стабильность есть максимальный запрос. Что сейчас люди готовы... Пусть будет так, главное, чтобы не хуже. Вот это основной запрос. Лишь бы не было войны. Да, лишь бы не было войны, лишь бы не хуже. Вот, ну так, ладно, вот так вот мы как-то проживем. Мне кажется, немножко не угадали. Я слышала, просто я слышала, я в магазин зашла, я слышала, как там женщины моего же, наверное, возраста, ну, очевидно, явно не политизированные, но как-то со злой насмешкой говорили о том, что... О, у нас опять же, что он, опять у нас тот же самый премьер, Медведев, он, значит, а что, он его не может прогнать или... Ну, то есть, такое ощущение, что они, действительно, может быть, ожидали чего-то другого, каких-то изменений. Ну, хотя бы видимых, наверное. Да, странным образом, такие вещи имеют значение для политологов, для толкователей так называемых сигналов, проходящих по каналам, по каким каналам, даже непонятно, по кажущимся каналам информационной связи с кем-то, да, то есть, какой-то так называемый сигнал, да, намек-то. Я вам навекаю, вот такой, да, вот моргнул, посмотрел, мы поняли. Мы уловили, что-то здесь нет. Там эти сигналы есть, и они, возможно, бывают уловлены теми, кому они направлены, но, по-моему, чаще всего эти сигналы улавливаются именно политологами, особенно зарубежными, американскими, вот, которые пытаются вложить в это так много смысла, что иногда читаешь и думаешь, что автор, наверное, не дожил до правильного понимания того, что он сделал. То есть, вряд ли даже там и Путин или кто-то еще думал, что он подает именно такие сигналы, с таким содержанием, таким стратом. Но, может быть, может быть, какие-то процессы идут, но мне кажется, что если они где-то идут, то они идут не там, не на уровне кабинета министров. Ну, что там такого? Ну, Кудрину сказали, Леша, ты хоть что-нибудь хочешь? Он говорит, конечно, хоть что-нибудь, конечно, хочу. Он говорит, я хочу, нет, Леша, перестань, ты бухгалтер, давай, ты вот, ну, хочешь, иди в счетную палату. Ну, хорошо, ладно, так и быть, пойду в счетную палату. Кто там еще там? Чьи-то детки начали пристраиваться, ну, тоже, в общем, вполне ожидаемо. Ну, не бросать же детей вот на улице. Да, папа устал, иди, сынок, поработай, теперь ты посидишь на этом месте. Марина, ну, а вот на самом деле и Запад, и Запад, и в Штатах, и Европа, да и мы здесь, но мы уже, наверное, меньше, все ждем, что санкции как-то почувствуются на разных уровнях. Вот вы, живя в Москве, вот ваше окружение, ну, я не знаю, просто вы же следите, что происходит. Вот чувствуют люди санкции, что все-таки Россия вот как-то становится изгоем. Вот какой вообще взгляд изнутри, из России там, на Запад, на то, что вот с Украиной происходит? Как бы вот отражение зеркального, объясните нам. Ну, нет же одного взгляда. Конечно, нет. Есть мой взгляд, да, есть там взгляд в Уралвагонколхоза какой-нибудь там, да, или еще там. Есть взгляд обычного, неполитизированного среднего и городского провинциального жителя или сельского. Это все будет разное. Ну, поскольку для меня такие категории, как величие российского государства и прочее, просто не существуют, именно не существуют. Даже если бы там Россия была великая, или Америка там станет великой снова, я этого даже не замечу. Потому что мне совершенно все равно, стала Америка великой снова или не стала, или там Россия. Вот просто не понимаю, не понимаю, в каком месте люди ищут себе здесь какое-то поглаживание. Ну, вот нас же какой-то стол. Вот, видите, мы великие. А в чем это выражается? Нас слушают. Ну, на какую-то тему их слушают. Кого их? Ну, Путина, что ли? Или там, ну, наверное, да. Может быть, они великие. Не знаю. Второе. Ухудшение какого-то бытовых условий, да, оно происходит, оно происходит достаточно медленно. И, как мы же с вами говорили, оно очень далеко. И вряд ли дойдет когда-нибудь до того уровня, даже при котором мы жили в конце Советского Союза. То есть, кризис, не кризис. Сейчас кризис выражается в том, что у людей не хватает денег, понимаете? А мы на протяжении своей жизни, мы помним, что кризис выражался в том, что деньги у тебя теоретически были на книжке бабушкины. Они, правда, потом сгорели. А купить ты на эти деньги ничего не можешь. Потому что заходишь в магазин и видишь абсолютно пустые полки. Но нынешней молодежи иногда трудно даже объяснить. Ты говоришь, что в магазине не было ничего. Они не могут понять, что это в физическом прямом смысле были пустые поддоны. И там стояли какие-то консервы. Возможно, дальневосточная была такая капуста морская, отвратительно приготовленная. А ну, полезно. И люди не могут себе это описать. Что такое может быть? Если бы сейчас мы могли теоретически до такого дойти, наверное, это вызвало бы шок, недоумение и желание людей что-то делать. Мы до этого не то что далеки, просто как небо и земля, как Марс, понимаете? Ничего подобного нет. Ухудшение, ну, рост цен, понятно, инфляция. Вот в чем человек чувствует? Что сегодня он тратит в магазине больше, чем вчера. И что ему не хватает на то же самое, на что ему хватало позавчера. Да, вот все. Вот казалось бы. При этом никто не голодает. При этом уровень жизни в целом в России, в среднем, в среднем, конечно, ну, пожалуй, выше, может быть, чем в Украине. И точно так же, как все страхи о том... Знаете, есть люди, которые, наверное, наевшись российской пропагандой, они все время спрашивают, ну, там в Украине, там что, совсем ужасно? У них там вот, ну, вообще не такое. То есть есть еще такие? То есть реально так долго? Есть. Дело в том, что от этого невозможно уйти. Я недавно разговаривала с совершенно нормальным человеком, то есть человек наших взглядов, но просто который в Украину не ездил, да, никогда. И вот он на полном серьезе спрашивал, а там, в принципе, можно разговаривать по-русски? Это не потому, что он там глупый или что-то, но он не был, не знает. А по какому-то информационному фону у него могло сложиться впечатление именно такое, что тут там за русский язык чуть ли не избить могут. Он наверняка, он понимал, что не на каждом шагу бьют за русский язык, но что могут избить, возникало ощущение, понимаете? Ну, за каким-то углом возможно. Да, или как у меня постоянно кто-нибудь спрашивает, а ты не боишься ездить на Украину? Я говорю, нет, я вообще даже хочу понять, а чего я должна бояться? При этом люди спрашивают меня, зная, что я езжу по пять раз в год, а ты не боишься? А чего я должна бояться? Им трудно сформулировать, чего я должна бояться. Они начинают, ну, там же, наверное, к русским плохое отношение. Я говорю, замечательное. Просто везде, где я говорю, что я из Москвы, ко мне очень хорошо относятся люди. Вот просто никогда не встретила, чтобы кто-то там начал скрежетать зубами, с криками, там, уходи, там, отсюда, или что-нибудь такое. Вот, но то же самое ощущение у людей, что здесь какая-то нищета. Я тоже говорю, понимаете, да, уровень жизни может быть в среднем ниже, чем в России. Вот это так, в России он несколько выше. Но неравномерность в России, наверное, больше заметна. И при том, при всем, что, допустим, людей с плохими неухоженными зубами в российской провинции встречи чаще, чем в Украине, даже в какой-нибудь там небольшом городке. Вот. Люди тоже думают, что здесь нищета. Нет здесь нищеты. Я тоже говорю, здесь нет, здесь все выживут, здесь все живут нормально, никого голода нет. Люди выкарабкиваются. И в России происходит примерно то же. Просто вот на разных уровнях, где-то это такой провинциальный уровень совсем низкий, в крупных городах повыше. Что еще, как мы еще можем заметить какие-то санкции. Американцы нас притесняют, они с нами не считаются. Да, это мне приходится слышать, даже в том числе от молодежи, даже в том числе от друзей моего сына, которые периодически заявляют, а чего они нам, вот я подожди, подожди, с этого места подробнее, кто они, что нам. Что они нам не дали. Они приближаются к нам до базы НАТО. Я говорю, да, и что? Вот какие-то такие. Человек начинает задумываться, ну это же плохо. Я говорю, ну не знаю, может быть. Что еще люди могут ощущать в виде санкций? Вот что они могут ощущать? Ничего. На эту экономику санкции не опрокинут. Потому что, как кто-то верно сказал, по-моему, Алексашенко, эта экономика как табуретка. Ты можешь ее бросать об стену, потом перевернуть, поставил, на ней можешь сидеть. Она слишком простая, зависимая исключительно, в основном, от углеводородов экспортируемых. К чему должны вынудить Россию сейчас санкции? В прошлый раз мы с вами разговаривали, когда я говорила, что угроза наказания иногда действует. Это касается как маленьких детей, начиная с детского сада, как школьников старшего школьного возраста, как студентов, так, собственно говоря, олигархов, так и прочее, прочее, прочее. Когда тебе говорят, смотри, учти, вот сейчас ты можешь получить вот такие там санкции. Это может подействовать. Когда санкции уже введены, они уже не действуют, потому что они уже введены. Понимаете? И теперь надо жить в новой реальности. Теперь каждый российский бизнесмен прекрасно знает, что зависит он, главным образом, исключительно и более всего, только от чиновников, ну, от властей, придержащих, которые в России. И он будет только на них ориентироваться. Ну, вот я почему снова вспомнила о санкциях. Я очень хорошо помню, что мы с вами это уже обсуждали. Но просто вот последняя информация, во-первых, были санкции лично против некоторых олигархов, да, там, окружения Путина. Во-вторых, вот Тобрамович же снова стал информационным поводом, потому что заговорили, что ему вот не продлили визу, и что вдруг потребовали происхождение денег и так далее, и так далее. Вот вы, как человек, который знает это, вот, Россию внутри, вы думаете, вот, олигархи способны восстать против Путина, если их притеснять, вот, ну, вот, потому что вот же это же событие. Но весь мир против нас ополчился. К нам бедным пристают, требуют доказывать происхождение денег. До сих пор не требовали, а тут вот что-то вынуждают. И только прибежище одно у нас, это вот Россия под Владимиром Владимировичем Путином. Возвращаться домой. Да. Тем более, что здесь еще есть что попилить. И пока будут углеводороды перекачиваться с востока на запад и так далее, все еще можно участвовать в распиле бюджета, отпиливать свой кусочек. Весь бизнес, так или иначе, зависит от власти. Любой. Никто не заинтересован в том, чтобы здесь с кем-то ссориться. Вообще, понимаете, бизнес, это, ну да, бизнесу в идеале нужна экономическая свобода, политическая свобода. Но бизнес, это такая штука, экономика, она будет работать везде, даже в концлагере. Главное, чтобы правила были стабильными и объявленными, и понятными. Самое плохое для бизнеса, для экономики, это постоянное изменение правил. А сейчас мы введем еще такой налог, а сейчас такой, а сейчас такой. Вот это плохо, вот это вот людей. Но у нас уже все дошло до такого уровня, когда уже и пугать-то некого. Малый и средний бизнес практически уничтожен, этим заниматься не выгодно, никто этим. Я думаю, что процессы абсолютно похожи в Украине, поэтому вы примерно понимаете. Крупный бизнес будет выживать за счет дружбы с плащиками. С нужными людьми. Марин, вот воспринимается, я не знаю, мы все-таки немножко отделяемся, да, как-то там вот выборы Путина. Почему мы говорим, что Путин может изменить свое поведение после выборов? Потому что думаем, что, я не знаю, там вопрос преемника для него встанет, или вопрос вообще без преемника как-то уходить. И тогда, может быть, он по-другому начнет относиться к Западу, по-другому к войне. Вот после выборов какая-то риторика изменилась, или все то же, что и было? Я не слышала такой риторики, а почему она должна меняться? Ну, вот, например, Путин там, я знаю, скажет, вот вводим миротворцев, на все согласен, хочу помириться с Западом. Хочет помириться с Западом. А зачем он мириться с Западом? Даже не знаю, вот у вас хочу спросить. Не надо, да? Вообще не надо. Значит, если обратить внимание, на что конкретно накачивается телевизионная аудитория, внимательно послушая, ну, кроме вот этой истерики про жидобандем, я забыла, еще против кого-то. А, пиндосов, да, там еще, я не так часто мониторю, чтобы помнить все это. Зачем это все людям вкладывается в голову? Что им вкладывается в голову? Да, мы, у нас сейчас плохо, нам тяжело, нам трудно, мы переживаем санкции. Наверное, у нас могло бы быть лучше, а нам сейчас вот тяжело. Но, понимаете, в чем дело? Мы, на нас опять возложена провиденциальная ноша и роль спасти человечество. Потому что весь этот Запад, он весь заблудился. Ну что вот они на нас, свои бессильные санкции на нас вводят и пытаются как-то на нас повлиять? Нет, мы героические русские люди, на нас не повлияешь никак. А вы, вы заблудились, вы не можете разобраться в трехсосточных своей глупой демократии. Вот, ну и тому подобные вещи. Сгубленная толерантностью демократии. То есть, в принципе, общее содержание, то, что должно осесть, да? Вот там пена, она может, ну там покричали про распятых мальчиков, потом забыли. Это все такая вот пена, да, на поверхности. Что должно остаться в сухом? Что? Очень интересно. Вот это самое. Будет война, в которой мы поведем. Да это вот реально? Против всего мира? Ну ладно. Ну весь мир на нас нападет. Вот мы же носители последней духовности. И россияне это воспринимают. Это то, что откладывается вот по... В мажечке, понимаете? Это то, что должно в сухом остатке выпасть. Весь мир против нас, потому что мы, мы единственные и последние носители истинной духовности. Все остальное, оно погрязло вот в грехе. Там еще в чем, не помню. Ну в чем-нибудь еще. Ну во всем, наверное. Да, главное, что это вряд ли формулируется даже. Это то, что должно остаться в подсознании. Поэтому война с этим погрязшим в грехе миром неизбежна. Наверное, она начнется скоро. Но мы должны быть к ней готовы. И ценой огромных жертв, вспоминаем 9 мая, мы из этой войны выйдем победителями. Мы спасем человечество опять. А вот, Марина, вы интересно сказали, я обратила внимание, подходящий к концу этап. И это чувствуется, то, что сейчас происходит. Вот что такое подходящий к концу этап, и это чувствуется только вот такими людьми, как вы? Или почему я об этом спрашиваю? Потому что я сегодня не нашла этот пост, пыталась найти перед вашим приездом, но я помню, что вы вели полемику с кем-то, кто упрекал россиян в том, что они не способны никак бороться с режимом Путина. И в этом очень интересно, вот если можно, вы просто, может быть, даже повторите. Вот почему, вот мы все время спрашиваем, почему в конце концов Украина могла выйти и сбросить своего тирана, да, и там отстаиваться? Почему россияне не могут? Ну это другой совершенно тип режима. Здесь это, ну, хорошо, вы понимаете, скажем честно, это, конечно, был бы большой форс-мажор, но если бы этой власти, этому режиму пришлось подавить бы, ну, скажем, убить, ну, повторить тянемень какую-нибудь, хоть и полмиллиона, она бы на это пошла. Причем она бы не просто на это пошла, она бы прекрасно понимала, что она в состоянии справиться с последствиями. Ничего подобного, например, в Украине Януковича даже представить себя было невозможно. То есть там вот перегибание палки в сторону насилия над гражданами или там над детьми означало, что поднимется волна, с которой власть справиться не сможет. В России режим, сам режим гораздо более сильный, понимаете, эта страна плохо управляемая, это плохая власть в смысле реализации каких-то властных, вот, все то, что, все те функции, которые человек мысленно вкладывает в государство, это государство выполняет очень плохо, кроме одной, у него отличный аппарат насилия, хорошо снабжаемый, хорошо материально поддерживаемый, готовый, в общем-то, на, ну, вот, на такие вещи, как тянемень, какие даже больше, легко. А народ в любом случае безоружен, понимаете, то есть здесь была бы, возможно, ситуация какой-то борьбы с этим властным аппаратом, если бы он хотя бы, ну, аппарат насилия власти всегда хорошо вооружен, мы понимаем, да, люди всегда безоружены. То есть разница в чем? В мотивации защищать этот режим. И вот у аппарата насилия в России мотивация защищать свой режим, она огромная, она огромная. Они будут, они пойдут на что угодно, для того, чтобы это разокатать в асфальт и протереть тряпочкой выступающую из-под асфальта кровью, сказать, что, в общем-то, ничего здесь не было вообще. Поэтому это вообще другой тип режима, другой характер режима. К тому же, ведь, ну, нет, нет, ничего такого не происходит, от чего становится невозможно жить. Вот в чем умность этого режима по сравнению даже с советским режимом и так далее. Многие говорили в 70-х годах, что если бы Советский Союз был бы мягче, ну, скажем, зачем был этот запрет на выезды, отъезды, там, ну, хотели евреи уехать. Чего вы их держите 10 лет, не даете им не работать, запираете? То есть люди жили вне закона внутри страны. Это очевидная глупость. Вот вчера об этом говорил Виталий Портников, у нас в студии он назвал это билетом на выход. Билетом на выход. И что тогда вот говорили, что вот такой социализм, ну, как в Югославии, например. Как в Югославии, да, посвободнее. Вот даже во всех странах вот этих вот советского лагеря, там везде где-то что-то было свободнее, понимаете? Например, в Польше так получилось, что после войны, в которой польская католическая церковь играла очень большую роль вот в этом движении польского сопротивления, не было возможности игнорировать эту, ну, ее не как даже политическую силу, а просто как вот как институцию польскую католическую церковь. И поэтому вот я помню, у меня там подружка в школе была, Кристина, она была полька, и она не была пионерка. Я спросила, почему? Говорит, а мы не хотим, ну, мама сказала, мы верующие, мы не вступаем. То есть у них это было совершенно тоже законно, ну, это не было так невозможно, как в Советском Союзе себе представить. Хотя у нас тоже дети священников не вступали в пионеры, но это были, знаете, какие-то маргиналы какие-то. Вот там батюшка, там священник есть, и вот его дети, они не пионеры. А в Польше это было гораздо свободнее. Смотря на это тоже, ну, многие думали, а зачем вы это устраиваете? Зачем вам нужно давить церковь вообще, вынуждать людей тоже уходить в подполье какое-то? Что мы имеем сейчас? Мы имеем, в общем, многие те для советских людей плюсы, я считаю, что это минусы. То есть это тиское патерналистское государство, в сущности, оно есть, понимаете? Оно плохо справляется со своими функциями, это правда. Ну, более-менее справляется, и люди привыкли, что они получают пенсию от государства. Вы обратили внимание, я не знаю, может быть, вы разговаривали с людьми более, ну, например, моя мама. Она вообще не понимала, зачем нужны эти пенсионные фонды, которые там накоплены. Честное слово вам даю. Которое там накопление, которое она себе заработала и так далее. У нее от этого закипал мозг, она становилась несчастная и говорила, я не хочу в этом разбираться. И когда ей сказали, что мы у вас накопительную пенсию забираем, а вы будете получать пенсию, как при Советском Союзе, просто от правительства. Я говорю, господи, какое счастье. Все, мы получаем пенсию от государства. Это правильно. Государство всегда было надежнее, чем что угодно. Вот эта функция, которая привлекательна для людей, я считаю ее, конечно, чистым ужасом, но для людей я понимаю, что там это привлекательно. Она сохраняется. Еще что-то, может быть, сохраняется то, что людям... А при этом нет вот этого запретительства, глупого, как в Советском Союзе. Ты всегда можешь уехать, действительно. Пожалуйста, никто тебя не держит. Хоть на совсем, хоть на время. И это существенно снижает вот это давление пара, которое должно срывать крышку. Нет никакого давления пара. У кого там пар давит, те, значит, взяли билет и уехали. Поэтому, что именно здесь должно срывать? Почему? Я сказала, что ощущение уже близкого конца вот этого периода, но я не сказала, что это хорошо. Потому что те люди, которые мысленно готовятся к мировой войне, которые нам обязательно объявят пудлые запады, в которые мы победим, они ведь тоже понимают конечность этого покоя. То есть для них близка другая перемена. Близкое окончание вот этого вот спокойного, застойного мира и будет, наверное, вот что-то ужасное. А у молодежи, да, у молодежи, наверное, все-таки другое. Вот то очень похоже, что было у нас в 77-м или 78-м году или когда. Что вот эта бесцветная, безвкусная, бесперспективная жизнь, она нам не интересна, и мы хотим чего-то другого. И будет как-то иначе. Ну, понимаете, многие связывают конец вот этой эпохи с физическим здоровьем и существованием Владимира Путина. Я бы не связывала. Во-первых, прожить он может и до 90-е. Сколько он Кастро было, когда он умер? 90-е. Ну да, больше 90, чем 90. Сильно больше. То есть под 100 лет, да? А что мешает человеку, имеющему такое медицинское обслуживание и обеспечение, да, всем дожить при его, в общем-то, хорошем здоровье тоже до 100 лет? Ну, я не понимаю. Запросто может жить до 100 лет. При этом исполняя какую-то вот такую функцию, типа, вот недавнего Дэнсиопина, да, или как там, сейчас там Си меняет всю эту конституцию. Ну, а это Лын. Вот такого. И это может продолжаться довольно долго, и режим при этом мог бы не меняться. Я думаю, что дело, в общем, не... Хотя, если действительно исчезает фигура Путина, то это будет серьезная стряска для режима, и тогда, возможно, он начнет неожиданно меняться. Я думаю, что процессы, которые могут начаться в этом случае, их очень трудно... Я понимаю, что они все этого ждут в каком-то смысле. Они понимают, что если такое случится... Они это кто? Те. Ну, вот, это кто? Те, кто управляет че страной? Да, те самые, которых называют там двором Путина, или там, или следующий круг приближенных к власти. И эти все люди, они так или иначе нацелены на ожидание вот этого события, да, когда вот вдруг Путина не станет. Потому что для каждого, для всех это довольно опасный период. Его надо будет как-то пройти. И как его пройти, ну, как его удастся пройти, это неизвестно. Потому что там будет столько случайных факторов, все это, наверное, понимают. Никто не может сказать, у меня есть замечательный четкий план, мы сделаем так и так, и у нас это точно получится. Этого никто сказать не может. Вот, то есть, следовательно, за вот этой эпохой такой достаточной стабильности, вот два застоя, да, обязательно так или иначе последует эпоха нестабильности. Вот то, что было при Ельцине, да, когда переходной период такой, да, больше свободы, больше неопределенности, но только в другой, наверное, форме. То есть как органический исторический процесс? Понимаете, тогда, я думаю, мы ехали все еще на этом позднесоветском антисоветизме, революционном таком настроении. Ведь самые такие перемены интересные и все свободы начались при Советском Союзе, в конце. После 85-го года все так покатилось, 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 все стало свободы больше, больше, больше. И, по-моему, самое свободное время, которое я помню, это выборы в тот Верховный Совет в 89-м году, куда был избран и Сахаров, и там все эти академики, артисты, поэты, если помните, вообще-то безумие какое-то, кто составлял этот парламент, тем не менее, он был самый свободный действительно. Я помню, это как будто вот действительно оковы рухнули, то есть люди шли голосовать. Люди, которые в течение 70 лет вообще ни за кого никогда не голосовали, понимаете, ну, вернее, они входили там, бросали эти бумажки, никаких выборов не было. Эти же самые люди встали, проснулись, сказали, да, а вот теперь мы пойдем и выберем себе ту власть, которую хотим. И пошли и выбрали. И не только в Верховном Совете, но и на местах, но и мэров городов. Вот. И то, что у нас продолжалось, и в Украине тоже, по инерции после 91-го года, это был еще запас вот этого позднесоветского освобождения. И одновременно с этим появилось чувство растерянности у людей, которые потеряли вот этот самый Советский Союз, которые перестали понимать, что делается, когда рухнули всякие эти патерналистские, это тиски вообще программы, а у нас так вся страна жила. И что было делать ученым, там, работникам военно-промышленного комплекса, учителям и так далее, которые сразу оказались без вот этой самой зарплаты, к которой они привыкли. Ведь люди на тот момент даже не соображали, я помню эти забастовки шахтеров. Да, мы тоже очень хорошо помнили. Которые говорили, мы же уголь добыли, дайте нам зарплату, понимаете? Что вы хотите после 70 лет советской власти? Ну что вы хотите от людей? Объясните им, что добытый уголь, ну убедите, забирайте в кошелках, уносите, вы же добыли уголь. Они, конечно, обижались, говорили, вы над нами издеваетесь, что ли? Мы говорили, а вы хотите деньги? Да. А от кого? От государства. Мы же уголь добыли, вот он лежит. Что его надо продать, перевезти? Они же не понимали. То есть это была свобода, может быть, выстраданная, вот не свобода, выстраданная отсутствием права голоса, именно там свободного слова. Но к этой свободе люди не были готовы, не экономически, никак. Вот это не были воспитаны в том, чтобы свободу эту как-то принять, как-то с ней жить. И потом пошел, вот постепенно, и когда-то он пошел везде, и несмотря на внешнюю... Он был предопределен или нет, Марина, извините? Да, я думаю, в каком-то смысле он был предопределен для всех нас. Просто вот дальше почему пути Украины и России разошлись, хотя какое-то время было параллельное движение, даже я бы сказала, что Россия там шла где-то на полшага впереди, или на шаг, когда в России были приняты действительно очень хорошие законы, там налоговые и так далее. То есть там все-таки в России были люди, которые взялись за реформаторство. В Украине так не получилось. Ну и много там же было умных людей, которые готовы были заниматься тогда. Вот где-то после этого, это все равно еще шло примерно в одну сторону. То есть там чуть больше успевали, тут чуть запаздывали, но это было параллельное движение все равно. И мне кажется, в этой части оно было неизбежное. Скорость могла быть разной. То, что произошло потом с Россией, это тоже в каком-то смысле было неизбежно, но уже для России. И тоже могло бы иметь, может быть, не только лучшие, но и худшие формы. Вот сейчас, когда говорят, что да, если бы нет, там, и не привели к власти КГБшника, то вот могло бы быть. Я говорю, да, это правда, могло бы быть лучше. Но мало-то вздумывается о том, что, окажись, на его месте еще там другой человек какой-то, могло бы быть и хуже. И что интересно, народ бы это тоже воспринялся вот с таким же восторгом, энтузиазмом, и тоже все бы нравилось. Но, как говорится, тут еще мы не всю чашу-то одна испили. Мы еще много посмотрим впереди, что будет, и, возможно, будет и хуже. Ну, мы должны действовать как люди, то есть пытаться быть разумными и рациональными, насколько это возможно. И понимать, что если у нас есть какие-то шансы вырулить из этой тяжелой ситуации, то надо выруливать. И в этом смысле, почему я всегда настаиваю на том, что необходим диалог между Украиной и Россией. На государственном уровне там другое происходит. Там тоже могут происходить какие-то уравновешивающие события, которые позволят не сорваться пропасть. Я говорю о людях, о человеческих контактах, потому что недавно у меня родился такой образ, что у нас перед нами очень много крутых поворотов, как на серпантине. Но вот обледенение этой дороги это устраиваем мы. Она и так опасная. И так с этих высоких серпантинных обрывов можно сорваться на каждом повороте. Но не надо ее еще поливать водичкой и подмораживать. Обледенение или все-таки не обледенение зависит от нас. Мы должны пытаться удерживать себя от разрушительных эмоций, держаться все-таки в рамках разумного и стараться поддерживать диалог не ради любви там какой-то, не ради того, что вот мы вас не простим никогда, поэтому любить не надо любить. Надо понимать, что мы должны найти везде людей, так же точно, как и мы заинтересованных в каком-то в пораблении ситуации. В том, чтобы в конце концов земля не погибла, понимаете, в этой войне. Вот ради этого. А не ради какой-то любви, не ради того, что там простить друг друга, или там вновь стать мышебратьями, или еще там кем-то. Поэтому нам необходимы контакты на человеческом уровне, несмотря на то, что они чем дальше, тем труднее становятся. Они были проще в 2014 году, сейчас они становятся труднее. Почему? Или это как бы годы войны, оно сказывается, все на славе. Это накапливается, и, кстати говоря, тут это не в упрек, это справедливо, что больше вот этой фрустрации и негатива накапливаются у украинцев, конечно. Россияне в этом плане более безразличные, они не чувствуют этой войны, они не понимают, что она здесь действительно идет. Но она же не на их, не на вашей территории. Да, не на территории, они уверены, что мы здесь совершенно ни при чем, им это всегда говорят, что мы там, мы, конечно, стараемся помогать бедным братьям, украинцам. Вот, но они там, у них там очень плохо, вот они сами. Большинство людей это так и принимают. Ну, куда ты денешься, когда вокруг тебя вот именно это говорится, да? Да, вот у них там плохо у украинцев, но мы-то тут при чем, мы-то здесь ни при чем. И здесь, конечно, нет никаких, хорошее следствие отсюда, то, что этих людей легче перенастроить на другую волну, они не раздражены, они позитивны и так далее. То есть им скажешь там, вы вообще там любите украинцев? Ну да, вообще да, а что нет? А вы им сочувствуете? Да, сочувствуем. А деньгами поможем или каком-то еще? Да, поможем. Это тоже можно, когда там нет вот такой фрустрации, когда нет такой обиды накопившейся. Украине в этом смысле труднее. Украина вся живет уже 4, 5-й год в этом состоянии. И, конечно, накапливающееся вот это чувство и обиды, и несправедливости, и вот этих смертей всех, от него никуда не денешься. И поэтому здесь гораздо больше негативного отношения. Но я вот с 14-го года я писала украинцам, не ищите никаких хороших русских. Дело совершенно не в этом. Диалог надо вести со всеми, а искать, о, мы нашли прекрасного лучше русского человека, который кричит изо всех сил, я обожаю Украину, слава Украине. Вот, я весь трезубцами обвешиваюсь. Украинцы пришли тебе денег на мою борьбу. Вот, потом заканчивается этим, понимаете? Много таких проходимцев, которые будут спекулировать на вот этих чувствах, что люди еще хотят найти... А вот видите, вот, вот этот человек, вот он за Украину. А вот эти иллюзии тоже будут опять дорого стоить. Всякое разочарование будет накапливаться и тоже работать в негатив. И потом люди будут разочаровываться и говорить, да нет, они все там сволочи и так далее. И это тоже неправда. Там не все сволочи. Там много людей, нацеленных на то, чтобы отношения выровнять и жить в каком-то нормальном пространстве. Без мышебратья, ни в одном государстве, а просто в нормальном пространстве, рядом. Чтобы рядом было свободное государство, чтобы в нем не было войны, чтобы оно было богатое, чтобы можно было торговать, можно было ездить туда-сюда. Огромное количество людей в России этого хочет. И только не надо обольщаться, придумывать какие-то мифологии. И ни в ту, ни в другую сторону. Там не живут генетические рабы. Там живут такие же люди, как в Украине. С очень тяжелым грузом прошлого, доставшегося нам от 20 века. Когда вы смотрите или мы смотрим, что в Украине что-то не получается, и тоже многие кричат, да куда с таким населением деться, вот они все такие. Нет. Население нормальное, все люди нормальные, все могут действовать рационально, никто не хочет действовать себе во вред. Просто очень тяжелая у нас ноша нашего прошлого. Надо давать себе в этом отчет. И поэтому нам легко перейти к более каким-то нормальным отношениям. Будет трудно. Вот Юрий Левада еще в 91-м, когда начали делать исследования, когда он первый сказал, что не обольщайтесь, советский человек жив, еще долго будет жить, и мы будем изживать вот это вот, три поколения. Да, примерно. Примерно три поколения. Создавался советский человек? Из имперского крестьянина, русского, украинского, татарского, или какого там еще, из рабочего и так далее, из мещанина. Три поколения создавался, и три поколения будет меняться. И мы уже меняемся. Вы же видите? Вы же видите других молодых людей и в Украине, и в России. Правда? Не, ну конечно. Не только молодые. Вообще люди очень сильно меняются. Очень сильно меняются люди. Казалось, что он не мог измениться, тоже меняются. Тоже меняются. А молодежь вообще растет уже другая. И она и в России растет другая. Теперь, конечно, Россия будет сильно отставать от Украины. И все равно там будут происходить перемены. Нам главное, то, что я сказала, нам главное попытаться миновать вот эту ужасную вещь, которую нам, возможно, готовят некоторые люди, озабоченные своим местом в истории. Нам главное миновать войну. Нам главное общими усилиями понять, что как бы мы друг к другу не относились, какие бы у нас ни были представления о справедливом политическом устройстве, нам надо избежать войны. А в остальном все у нас наладится. Все будет нормально. И в Украине, и в России со временем. И когда в России будет хорошо, между прочим, это для Украины будет замечательно. Вот что многие не понимают. Вы же понимаете, как сложно сейчас это воспринимается. Это очень сложно. Это надо понимать на рациональном уровне, что если вы говорите, чтобы там все развалилось и так далее, то надо готовиться к тому, что когда там будет разваливаться, здесь будет вечная война. Здесь надо будет просто стоять, понимаете, вот так в бойницах, высовывая автомат Калашникова или что там, или винтовку М-16, и отстреливаться. И больше ничем не заниматься. Отстреливаться от тех, кто пойдет, кто будет бежать сюда, кто будет на Запад. Крах, вообще вот такой вот крах, крах государства, крах экономический, если там будет происходить какое-то гуляй-поле, какой-то бандитизм, это очень плохо для Украины в том числе. То есть может кому-то это психологическую радость доставит, я не знаю. На самом деле это им сейчас так кажется, что им это доставит. Когда это произойдет, никакой психологической радости, удовлетворения никто испытывать не будет. Все будут в ужасе. И напротив, если в будущем все-таки нам удастся как-то вырулить, и Россия будет как-то демократизироваться, будет нормальной страной, встроенной в мировую систему, к тому времени, я думаю, произойдет много перемен и в Европе, и в Америке. Я думаю, что это такой промежуток 20, может быть, лет, 15-30 лет, я бы сказала. Если в это время Россия встроится в всеобщее экономическое пространство, как все, если там будет идти процесс демократации, демократизации, вот это для Украины будет замечательно. На этом Украина выиграет больше, чем Россия. Просто потому, что она окажется в центре очень хороших торговых связей, путей, понимаете, вообще всего. То есть тогда Украина становится центральным звеном, соединяющим Россию с Европой. Не только Россию, вообще, весь этот Восток. И это будет очень выгодно, она будет во всем соединять. Я давно писала, если бы украинцы знали, что они в состоянии украинизировать Россию, то есть русский мир, это вообще идея, которая выворачивается наизнанку и превращается в украинский мир. И тогда украинцы могли бы вообще стать центром, форматирующим восточно-европейское пространство. Но мы пока все к этому не готовы. Я не хочу сказать, что вот украинцы стратили, не готовы, ничего не получилось. Нет, мы все к этому не готовы. Мы еще до этого дойдем. А вот постсоветское пространство, вот бывшие страны Советского Союза, вы знаете, я вот обратила внимание, что мы в Украине все реже стали говорить о странах, которые входили в постсоветское пространство. Ну потому что мы поняли, что это нам меньше интересно. По крайней мере, публичному мало об этом говорим. Вот как в России? В России по-прежнему чувствуют тесную связь с бывшими республиками Советского Союза? Или тоже уже чувствуется, что Россия это не Советский Союз, что СНГ это все-таки не СССР, это разница не только в аббревиатуре, а разница вообще вот в общем стиле жизни? Это чувствуется, что Россия становится другой страной, которая отделена от этих. Вот смотрите, СНГ вообще исчезло из информационного пространства. Тоже в России, да? Это интересно. Оно, несмотря на то, что оно как бы есть, если о нем напомнить, вот у нас тут СНГ, может быть люди вспомнят, что у нас туда, у нас же СНГ, это исчезло. Больше вот это Еврозес, да, вот как-то информационное пространство существует. Мне кажется, что это вот опять же, это какой-то такой половинчатый этап, когда в мозгах взрывается и одно и другое. С одной стороны, человек может сказать, ну мы же, мы же свои же земли отдали и распустили же всех, мы же никого не удерживали, да, и человек там при этом проносит свои земли. Вот недавно, буквально, слышала это и читала. Мы никого не стали держать, мы свои земли отдали, и все там ушли. С другой стороны... Это хорошее, вы тонко намекнули, я, честно говоря, тоже сразу не отреагировала, да, не поймала тонкость. Да, и при этом все-таки уже привычка к тому, что это отдельная страна, она все-таки сформировалась. Но уже там давно, давно никто не причисляет никакому своему пространству Прибалтику всю, да, и все, и Эстонию, и Латвию, и Литву. Как-то ушло за Кавказье тоже из ощущения того, что это наше. Люди, может быть, хотели бы чувствовать какую-то общность, то есть приезжать в Грузию, да, и знать, что там могут говорить по-русски, и ты там, и может быть, тебе рады, как там бывшему соотечественнику, если такое есть, да. Но это как раз нормальное человеческое чувство, это было бы и нормально. Если бы с Россией не произошел вот этот самый поворот, а если бы она шла вот так же, как когда-то, там, на полшага впереди Украины, там и так далее, притяжение к России со стороны постсоветских вот этих республик было бы еще сильнее. То есть она могла бы стать локомотивом, она бы как бы шла впереди. она и была, и украинцы были заинтересованы в том, чтобы Россия была локомотивом. В какой-то момент это было. Но просто, когда тебя начинают тянуть в Средневековье, еще там войны объявляют, ну, понятно, с этим пространством не хочется иметь ничего общего. Так же, в общем-то, и остальным. Знаете, мы, наверное, в промежуточном этапе каком-то. То есть тут еще есть ощущение общности и уже есть понимание того, что это другие государства. И как бы и то, и другое уже не подвергается сомнению, но существуют вместе. Я вот долго ждала, когда до людей начнет доходить смехотворность, претензии к Украине, что как они могут жить западные и восточные украинцы, они такие разные. Да, я все время спрашивала, а чеченцы с чукчами могут жить в одном государстве? Они не очень разные, это как раз нормально для одного государства. И я не хочу сказать, что лозунг «хватит кормить Кавказ, он мне чем-то симпатичен», понимаете, что он все-таки, у него подтекст шовинистический и так далее. Но тем не менее, то, что эти идеи появляются и крепнут, что там у людей своя жизнь. Вот я не могла понять в 90-е годы, к чему прицепились к этой Чечне? Ну да, особенно в Вечесской войне. Зачем? Да, ужасно. Они хотят жить отдельно, почему вы им мешаете? Что? А это же наша земля, чего она ваша земля? Ну с какой радости? Причем, надо понимать, что 90% россиян никогда в жизни не были в Чечне, да? Или там еще там где-нибудь, как я никогда не была на Чукотке. Ну вот с какой радости мне эта Чукотка, моя земля, я не понимаю. И вот этим величием не страдаю совершенно. Я думаю, что где-то мы на подходе к исчезновению вот этого геополитического мышления у людей в мозгах, где-то мы на подходе к этому, потому что все равно у нас просто, несмотря на всю эту пропаганду, несмотря на вот это сумасшествие, несмотря на эти реконструкции, концлагерей и прочее, это конечно все, это сумасшедший, бред сумасшедшего, это ужасно, но, несмотря ни на что, у нас тоже появляются те же самые тенденции, которые есть в мире. Это тенденция укрепления и, собственно говоря, требования к себе прав со стороны местного самоуправления. То есть люди начинают понимать, что здесь на месте ты можешь и должен устроить себе жизнь сам. То есть все-таки это снизу идет такое. Да. А это везде идет. От этого все вот эти Каталонии и так далее, это еще будет идти. Потому что это требование, наверное, технологического этапа нового. Понимаете? Что власть будет устроена, управление будет устроено иначе. Оно будет распределяться на локальные уровни. То есть горизонтальный уровень будет иметь значение, скорее. А я думаю, это вот эта вот сеть, но это не сеть плоская, знаете, а это сеть объемная, в которой одновременно существует и вот этот слой низового управления, которое на самом деле оно самое эффективное. понимаете? Вот когда смотришь историю развития Соединенных Штатов и понимаешь, как это получилось, что они вот так, бедные штаты, ну, в середине 19 века, они поняли, что это такое там, нищета какая-то, да, беглецы там какие-то разбежались по востоку и западу континентов. А как им удалось вырваться вперед? За счет чего? Вот за счет, собственно говоря, отсутствия давлеющего государства и развития снизу, вот всего того, что развиваются, и процессы, все государство развивалось снизу, да, и тогда, если у тебя вот на месте, вот тут в твоем Урюпинске или там где-то, ты занимаешься местной властью, там ты сразу видишь, что, допустим, тебе точно не нужно 150 чиновников, да, скажи, извините, мне вот для того, чтобы вот этим вот заниматься, мне тут двух чиновников хватит, а 150 не нужно, почему? А мы их на свои денежки содержим, вот, и поэтому нам 150 не надо, а надо два, и так далее, то есть от самой эффективной, да, уровень, не завои, вот, а кроме этого, конечно, все уровни высшие, государственные, и надгосударственные, и межгосударственные, и межгосударственные, какие-то сквозные, не объединяющие в какие-то союзы конкретно, да, а я бы назвала это целевые союзы, то есть по какой-то цели, идеи, по какой-то задаче, да, создающиеся, разные горизонтали, мы к этому будем идти, все равно, все, и Россия будет к этому идти, и Украина будет к этому идти, но кто раньше всех придет, тот выиграет, вот, к сожалению, Путин отобрал у нас надежду прийти к чему-то такому раньше, хотя вроде бы, стартовали мы неплохо, были надежды на то, что вот мы преодолеем это советское наследие, и выйдем на какие-то перспективы раньше, значит, пройдем позже, вот, и на этом можно было бы закончить, но все-таки, последний вопрос, насколько агрессивна будет сама эта концепция русского мира, и, насколько она будет служить оправданием, вот, дальнейших, каких-то, я не знаю, агрессивных действий со стороны, Путина, его окружения, насколько она вообще в целом популярна в России, является ли эта концепция близкой только определенному узкому кругу людей, которые, собственно говоря, и разрабатывают, вот, там, какие-то стратегии государственные, либо это приемлемая, вот, для россиян вещь. Смотрите, я сейчас не вижу работающие концепции, собственно, русского мира, то есть, это очень много таких информационных мемов, которые, да, существуют, и русский мир, там, и так далее, но вот, чтобы я видела людей, которые всерьез проявляют слова русский мир, и говорят о чем-то таком, что, вот, там, русскую цивилизацию мы распространяем, не вижу, может быть, я чего-то не замечаю, я замечаю вот эту, вот эту мессианскую идею спасения человечества, которая очень сродни и идеи православия, самодержавия, народности, да, то есть, вот, собственно говоря, православие, как, 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 наиболее правильное, даже вот старообрядцы, наверное, да, более так, пассионарно, можно себе представить, что вот, вот только, только здесь, и только можно спастись в этом месте, вот, ну, такие мессианские идеи, такой мессианские идеи был коммунизм советский, конечно, потому что, да, мы будем терпеть, мы будем страдать, но мы несем свет миру, ну, потому что светлое будущее впереди, конечно, это же было понятно. Да, мы его несем, мы его несем людям, мы должны вот этим, вот, буржуям, не понимая, и недоразвитым народам экваториального пояса, мы им расскажем вообще, что будет, как будет, какой свет миру мы несем, вот, все удивятся и побегут за нами. И вот эта идея нынешняя, она ближе вот к этому, она тоже мессианская, она не совсем про русскость, хотя в ней значение русской культуры педалируется в каком-то таком именно плане, что вот высшая духовность равно русская культура, да, русская литература там и так далее. Что, к сожалению, отчасти правда, то есть всегда же какой-то крючок, на который, гвоздик должен быть, да, на который повесить. И вот это мы будем спасать весь мир от погибели, от безнравственности, от неправильного понимания демократии. Вот так, я бы сказала. Это не национальная идея, то есть в ней есть какой-то привкус, да, вот национальности, народности, еще там чего, ну, общности, в общем говоря. Ну, вот именно в таком смысле. Ой, понимаете, агрессивность таких идей, опасно, она, она никогда не манифестируемая. Мы защищаемся, вот в чем ужас. Ведь, если вы знаете, да, по истории Германии времен Гитлера, там же тоже была эта же мысль. Мы должны защитить мир, германскую нацию, арийскую и так далее. То есть, тупо уничтожая миллионами евреев, да, или там неполноценные народы, другие там, цыганы, в принципе, славяне входили в число неполноценных народов. Они были уверены, что они защищаются. Они спасают мир. Как вы оцениваете агрессивность этой идеи? Если каждый человек в душе, который верует в эту идею, уверен, что не он агрессивен. Да, это все, это все сложно. Это сложно. Это тяжело, но опять же, надо держаться вместе, надо, знаете, вот честное слово, даже просто элементарные встречи на бытовом уровне, да, с людьми, я понимаю, что очень многие разорвали контакты даже с своими родственниками. Когда-то стало невозможно разговаривать сквозь того, что родственники не слышат. Не слышат, да, друг друга, да. Тем не менее, все равно нужно контакты какие-то возможные восстанавливать, нужно тем людям, которые готовы протягивать руку, руку протягивать, не думая сейчас о том, кто там будет каяться, в чем, кто будет виноват. Сейчас надо думать только об общей цели, а потом разберемся. Тем более, что практически среди демократически или либерально или проукраински настроенных русских никакого сомнения в том, кто виноват в этой войне, нет, понимаете. То есть, самое удивительное, что требовать признания, а вы признаетесь, что вы там виноваты в этой войне, там от меня, ну, совершенно бессмысленно. То есть, я это знаю с начала 2014 года, кто виноват в этой войне. Но нам надо хвататься за руки и просто выкарабкиваться из пропасти. Сложная задача. Но выкарабкаемся, я уверена. Марина, спасибо огромное. Спасибо, что вы были сегодня у нас в прямом эфире. Марина Шаповалова, писатель, была сегодня у нас в гостях. Мы очень благодарны. Еще раз спасибо, Марина. А вы, конечно, оставайтесь с нами. Это был Укрлайфдей. Редактор субтитров А.Семкин